Издательство «Эксмо» Дарья Донцова Пальцы китайским веером Мужчины делятся на два типа. На тех, кто услужливо относит старую шубу жены в химчистку, и тех, кто покупает супруге новое манто. Я отвернулась к подоконнику и включила электрочайник. Может, заглянув без приглашения на огонёк, девица сообразит, наконец, что ей давно пора уходить. Право слова, силы уже нет слушать её стоны. «Дашенька, как считаешь?» – продолжала тем временем незваная гостья. «Что главное в будущем супруге? Умение зарабатывать или неконфликтный характер?» «Лучше всего, если избранник добывает приличные деньги и при этом является добрым, нежадным человеком», – ответила я. И, демонстративно посмотрев на часы, воскликнула. «Ого, как незаметно полдня пролетело, а у меня ещё столько дел!» «Заботы никуда не денутся», – отмахнулась гостья. «В особенности домашние. Как тебе кажется, почему у меня никогда более двух свиданий с одним парнем не бывает? Что я делаю не так? Налей, пожалуйста, ещё чашечку кофейку». Я молча потянулась за банкой, в которой хранятся зёрна. Верно говорят, нет ничего проще, чем усложнить себе жизнь. Неделю назад ко мне примчалась старинная знакомая Рита Гребнева и прямо с порога, не успев снять сапожки, затараторила. «Если ты не поможешь, моё счастье рухнет, и я умру под его обломками». Я знаю, что Рита живёт в крохотной однушке, где будет тесно даже не особо тучному кролику. Но у Гребнева есть старшая сестра Зинаида, проживающая за Уральскими горами, которая искренне считает, что родственники должны видеться как можно чаще, и раз в полгода, в конце зимы и в августе, прикатывает в столицу, чтобы обнять младшенькую. А поскольку Зина – женщина семейная, нежно любящая мужа, троих детей и свёкра со свекровью, то она непременно прихватывает с собой всё семейство в полном составе. Как такое количество людей умещается на 25 квадратных метрах? Ну, сестра с супругом спят на диване в комнате. Там же на полу устраивается родня мужа. Детки укладываются штабелем в кухоньке, сынишка заползает под стол, а дочки-лапочки похрапывают у плиты и мойки. Хорошо, что племянники Гребнева ещё не ходят в школу. А вот когда они подрастут, возникнет проблема. Сама же Рита уютно располагается в ванне. Правда, сантехника в квартире, если применить автомобильный термин, малолитражная, но это ужасующая ерунда. В прежние века во Франции аристократия считала, что спать надо исключительно в полусидячей позе, которая очень полезна для здоровья. Об этом рассказал экскурсовод в Версальском дворце. И я, помнится, чуть не зарыдала от жалости к несчастной королеве Марии Антуанетте, увидев её постельку. С тех пор меня мучает мысль, что если все рекомендации современных врачей столь же ошибочны, как и советы их коллег времён Людовика XVI. Может, не следует худеть, питаться обезжиренными продуктами и мучить себя спортивными занятиями? Вдруг спустя 200-300 лет какая-нибудь 150-килограммовая Дашенька Васильева, поедая пирожные со взбитыми сливками, обольётся слезами от сочувствия к своей тёзке из 21 века, узнав, что та питалась листьями салата и гремела гантелями, желая сохранить здоровье, поскольку наука будущего докажет полнота и волчий аппетит прямой путь к бессмертию. Ведь знаем же мы теперь, что почивать нужно лёжа, а не сидя, хотя Мария Антуанетта скончалась вполне себе здоровой. Ну да, я отвлеклась от основной темы рассказа, простите. Как правило, Зинаида живёт у сестры около месяца. Она и её супруг работают веб-дизайнерами, на службу им ходить нет надобности, главное, чтобы под рукой был ноутбук. После отъезда любимой родственницы с чадами и домочадцами у Риточки ещё пару недель дёргается правая века. Прошлым летом, через день после очередного нашествия уральских половцев, соседка Гребневой забыла закрыть кран в своей ванной, и квартирка Маргариты оказалась затоплена. Подруга позвонила мне в пять утра и, перемежая слова всхлипываниями, попросила, «Умоляю, приюти нас на денёк, стоим на улице с маленькими детьми и двумя стариками». А теперь оцените положение. Я в тот момент жила одна в огромном доме в посёлке Ложкино. Основная часть моей семьи вместе с собаками-кошками перебралась во Францию, где у нас в небольшом местечке под Парижем есть коттедж. Правда, я совершенно случайно обзавелась новыми домашними любимцами и наняла в дом работницы украинку Анжелу. Но моя спальня намного больше всей квартиры Риты, и в подмосковном особняке много пустующих комнат. Поставьте себя на моё место. Повернулся бы у вас язык отказать в гостеприимстве оставшейся без крови семье с тремя детьми мало-мало меньше. Конечно же, я привезла всех утопленников в Ложкино, где им так понравилось, что табор задержался у меня на три месяца. Потом я отвезла шумное семейство в аэропорт и, помахав ему вслед платочком, впала в эйфорию. Лишь присутствие Риты удержало меня от того, чтобы сплясать джигу прямо возле стойки регистрации. Потом я пригласила уборщиц, и они отмыли дом, купила новый сервис взамен разбитого, сменила ковёр на лестнице, который детишки прожгли с помощью набора «Юный химик», выбросила постельное бельё, основательно покрытое коричневыми пятнами, свекровь Зины, большая любительница вкушать кофе в кровати. Приобрела новое зеркало вместо того, что случайно разбил свёкор подруги. Ну, не стану сейчас перечислять весь ущерб, это мелочно. Через полтора месяца после отъезда Зинаиды дом в ложке не приобрёл прежний вид. Я наконец-то спокойно выдохнула, жизнь потекла привычным порядком. И вот неделю назад Ритуля нагрянула ко мне и затвердила, как заведённая, «Только от тебя зависит моё счастье». Надеюсь, вы, зная о том, как в моём доме гостило семейство её уральских родственников, не осудите меня за то, что я моментально сказала Гребневой. Ритуля, извини, не могу сейчас обсуждать твои проблемы. Мне надо срочно паковать сумки. «Ты уезжаешь?» – ахнула она. «В Париж?» Вообще-то я не умею быстро придумывать всякие причины для отказа в нужный момент. Но в тот день отличилась потрясающей сообразительностью. Мозг заработал как мощный суперкомпьютер и за долю секунды просчитал все варианты. Так, сейчас самый конец зимы. Следовательно, Зинаида опять намылилась в Москву. Сестре Риты очень понравилась Ложкине. Она хочет вновь осчастливить меня визитом. То-то ее свекровь перед отъездом сказала. «У вас прекрасный участок. Почему огород не разведете? Вот вернемся в Москву весной, и я вскопаю на полянке из десяток грядок. Там солнечно, огурцы живо в рост пойдут». Едва мне вспомнились ее слова, как язык сам собой ляпнул про отъезд. Вот только Рита решила не сдаваться и поинтересовалась, не в Париж ли я улетаю. И что будет, если я отвечу, мол, да, как всегда, рейсом в 12.30 из аэропорта Шереметьево? Точно ведь Гребнева закричит? «Пожалуйста, разреши моим пожить в твоем доме. Они никому не помешают. Все равно особняк пустовать будет». «И что тогда прикажете мне делать?» Решение пришло в секунду. Я опустила глаза и начала врать за вдохновением, которому мог бы позавидовать барон Мюнхгаузен. Он перенетгран.